Тщательные карточки. Я в своей жизни, в своей работе, вот последние 8 лет я занимаюсь этим, я все время встречаюсь с сопротивлением изменений моих клиентов. Все время это идет, я про это буду сейчас рассказывать, но это нормально, это все очень просто, все понятно, почему это происходит. И я восхищаюсь всегда своими клиентами, когда они преодолевают эти сопротивления, и у них идут изменения все время, и вау-эффект. И не зря это называется, вот очень много кто сказал про все, не зря это называется наука, которая занимает системный подход к жизни и к бизнесу, это технология 21 века, это вау-эффект. То есть сразу же в моменте, вот сегодня у нас будет с вами 2 часа, но мы немножко задержались, а по времени все равно нам надо будет 2 часа. Все успевают по времени, нормально, да? Все хорошо? Никому не надо никуда бежать. У меня самолет в 7, поэтому мы можем задержаться. Все точно успевают. И имеется вау-эффект именно потому, что математика. Когда я приехала в Германию, я увидела это, ну вот кто знаком с классическими расстановками, тот вообще сейчас не понимает, о чем я говорю. Потому что, например, Хеллингер классические расстановки уже не ведет больше 20 лет, а это просто математика. Это новые расстановки, или они сейчас называются оригинальные расстановки. Это работа с системой, и в основе лежит теория систем и теория поля. Про теорию поля очень хорошо нам рассказали вы, когда вы говорили, что надо сначала зайти в контакт с человеком, и только потом мы можем что-то ему предложить. Вот это и есть поле, да? Энергия. Все по-разному называют. Я тоже скажу, это тоже просто математика на самом деле. Никакой эзотерики, не надеетесь, не выйдут никакие шаманы. Я не достану сейчас шар и скажу, что вот сейчас. Не надеетесь, да. Сейчас половина ушла, людей сразу. Спешно. У меня у самой математическое образование, у меня бабушка, дедушка, заслуженные математики города. И поэтому, когда я увидела эту математику, я поняла, что на самом деле все очень просто. И легко, и просто. И у меня главный хэштег есть, все просто, легко и красиво. Вот именно мы про это с вами будем говорить. И такие многие вещи, про которые вы рассказывали, в принципе отсутствуют уже как качество, как эмоции. Вот Женя сказала, что нет удовлетворенности. Настя очень хорошо сказала, что она теперь просыпается, и она теперь четко понимает цель. То есть у нас появляется, когда мы начинаем жить свою жизнь, у нас появляется четкое понимание своей жизни. И почему эта наука ни с одной наукой не входит ни в конкуренцию, ни в противоречие, потому что она является фундаментом. И вы поймете. Даши сегодня нет. Даша была в прошлый раз. Она сказала, говорит, я приняла все решения, я не могла принять ни одно решение до знакомства с тобой. После знакомства с тобой я приняла все решения абсолютно спокойно. И у меня нет никаких сомнений внутренних, нет никаких. Правильно это неправильно. Это как раз к вопросу лояльности системы. Мы не можем принять решения, потому что мы лояльны всем системам, в которых мы живем. И поэтому сейчас начну вам рассказывать про теорию. Ну давайте сначала познакомимся, я вам расскажу немножко про себя. Хорошо? Меня зовут Евгения Павловская, если вы не знакомы со мной. У меня Академия системных решений Евгении Павловской. У меня в Академии есть обучающие и развивающие программы для взрослых и детей. Я являюсь основателем благотворительного проекта. Я в июне, кстати, между прочим, после семинара Тони Робинса, я сразу же вернулась в июне с бизнес-мастерства из Голландии и открыла благотворительный проект. Можно мне вот эту штучку? Почему открыла я благотворительный проект для детей? Я здесь в Москве его тоже буду открывать обязательно. Потому что все клиенты, выходя от меня, они говорили, почему мы не знали это в детстве. И когда встал вопрос, что я готова уже заниматься какой-то благотворительностью, я поняла, что я буду рассказывать это детям. Дети это воспринимают очень просто и легко. Я сейчас вам скажу, как это для детей звучит. Они говорят, да все так просто, мы ведь это все знаем. Я говорю, конечно, мы все это знаем, мы просто забыли. Да, и дети прекрасно это все вспоминают, воспринимают и говорят, что это очень круто. И им я это объясняю так, чтобы это было на детском языке больше понятно. Я учу языку систем. Что такое язык систем? Это когда мы приходим в какую-то систему, и мы знаем, как там находиться, как там общаться. А что такое, например, английский язык? Мы приезжаем в Англию, и если мы знаем язык, мы абсолютно спокойно общаемся в этой стране. Если мы язык не знаем, то тогда что происходит? Мы как слепые котята. Да, жестами еще как-то. И вот входя в любую систему, мы просто, зная язык, у нас получается все просто легко и красиво. Как Настя сказала, что сначала было сопротивление системам, а потом, когда мы понимаем, что такое система, мы начинаем в ней жить, и у нас все выстраивается наилучшим образом. И ребята в благотворительном проекте, они очень четко это воспринимают. Вот есть несколько фотографий. У меня уже на сегодняшний день, 6 числа стартует четвертый поток, уже прошло около 200 детей. Они никуда не деваются, они все дальше, они идут наставниками у новых детей. Ну, то есть, очень активно вот этот проект живет, очень здорово. Я надеюсь, что сейчас в Казани мы запускаем. В Москве уже несколько раз я такие делала, разовые встречи. Ну, вот сейчас Женя доучится у меня, она начнет тут вести ребятам. Надо просто приезжать, не всегда получается приезжать. Вот, и мы начнем для подростков это делать обязательно. Если есть у вас ребята, то это бесплатно абсолютно, мы будем делать с ребятами. Значит, что у меня еще есть? Сопровождение бизнеса, корпоративные тренинги, выездные программы. Это как раз вот выездная программа будет ближайшая на Бали. Вам расскажу немножко, но это будет очень здорово. Это как раз вот со смыслом, да, путешествие со смыслом. Сразу же меня еще пригласили в Австралию и пригласили меня. Это вот у Тони Робинса я была, присутствовал тренер Тони Робинса на моем мастер-классе. Они сказали, что мы хотим, чтобы ты приехала к нам в Австралию и вела вот это. Ну, пока с визой не получается. Есть еще предложение из Израиля. Кто-то мне сегодня писал, в Израиле ехали. В Австралию, потому что не успеваю просто по срокам. На март. Надо в март, а я не успеваю. Вот, поэтому... В Актеронах же забрашивается там даже. Надо приезжать сюда. Про Австралию мне говорили. Ну, тогда мы все равно закончим еще, да, да, мы поговорим. Вы на Бали можете это сделать. Да? Да. Прекрасно. Вообще вам там не надо будет много документов собирать. Вообще приехали вы, как турист, имеете право подать в Австралию. Посольство. Круто. Только надо на остров перелететь. В другой. Прелететь там 30 минут. Сейчас ты хочешь сказать, что мы едем на Бали, с Бали вы... Да. То есть домой, домой, даже чемоданы не меняют. Ну, у меня, видишь, как раз с Максом только что март обсуждали. Значит, делаем все в Австралии. Там простая идея. Вы находитесь рядом с Австралией, и вам пришла идея. А почему бы мы не снились на австралию? Да, я не знаю, почему бы не снились. Все прекрасно. Что объяснение? Супер. Давайте начнем тогда. Про меня, понятно, да? Про меня познакомились, я начала этим заниматься. Давайте тогда расскажу, как я вообще попала туда, попала в Германию. Много-много я занималась тренингами, саморазвитием. Очень много у меня было вопросов. Я ходила очень много везде на разные практики. И все время у меня, это мое личное, да? У меня все время был откат назад. Проходит месяц-два, заваливаешься назад. Проходит месяц-два, заваливаешься назад. У меня был очень классный тренер, ну как он есть. Я к нему все время приезжала и говорила, слушай, ну почему я к тебе приезжаю? Я не хочу, я хочу просто жить. Я не хочу все время с помощью каких-то, да, подпитываться и вытаскивать себя обратно в ресурсное состояние. И вот когда я приехала в Германию, я четко поняла, что это инструмент. И вы сейчас получите все инструменты. Здесь меня, конечно, не очень начинают любить психологи. Здесь продвинутые психологи. Да, все, кто здесь, это понятно, что это точно не те, которые мне так бы не доходят. Потому что Хеллингер, что сказал Хеллингер первый раз, когда я приехала, он сказал, вам надо понять, как работают универсальные законы жизни, попробовать один раз в жизни сделать эту расстановку и жить свою жизнь и стать мастером для себя, стать тренером для себя и больше не ходить ни по каким тренингам. И именно это я пропагандирую, именно это я рассказываю, именно это я все время говорю, что вы поймите, как работают законы в любой системе и начните жить и кайфовать и радоваться в удовольствии и в радости. А здесь, к сожалению, когда я пришла обучаться классическим расстановкам, было сказано, что когда приходит клиент, и это правильно, они молодцы, я говорила, что у меня мама психиатр-нарколог, я в этом поле росла. Но здесь просто другое восприятие, что надо расписать все истории и по каждой истории начинать работать. Понятно, да, о чем я говорю? Но это у нас классика, так обучают и с этим ничего не сделать. Мы просто идем своим путем, они идут своим путем. И в моменте тоже они очень хорошо помогают, но вопрос в том, что я не хочу, чтобы мне помогали, я хочу жить. Вот. И для этого у меня этот инструмент, и инструмент он крутой, очень простой и легкий. И все, кто был, вот, например, Саша был в Майами, у меня на мастер-классе Даша была, ее сегодня нету. Даша сразу же начала применять в жизни после мастер-класса. Вот вы сегодня уже точно начнете этот инструмент применять. Но, помните, у меня была карточка, да? Есть у нас такая штука, как сопротивление, изменение. И у нас есть мозг. У всех нас есть мозг. Поэтому с вашим мозгом я буду разговаривать первые минут 20-30. А потом мы перейдем уже на принятие инструмента и как работать. Поэтому я вам сразу же, все, что я сейчас буду делать, это я буду делать для мозга. И если будет идти сопротивление, вы мне задавайте сразу вопросы, иначе он не пустит туда. Продолжение следует...